Сегодня четверг, и это значит, что я уже почти дотянула до конца недели. Сейчас уже очень поздно, я думаю, что это видно по освещению, что уже темно, и я вынуждена использовать неестественное освещение. Это, конечно, отражается на картинке, но я думаю, что я смогу это компенсировать содержанием. Сейчас, я скажу честно, я очень устаю, и это вот первая неделя моего семестра, дается мне очень тяжело. Я просто не высыпаюсь, я постоянно переживаю по поводу того, что я не успеваю учиться так, как я бы хотела, и как я думала, что вот как я прикидывала свой план учебы. То есть я не успеваю по нему идти, меня, конечно, это очень расстраивает. И это и отражается на моих видео, потому что, когда я не успеваю по учебе, то, конечно же, я не успеваю и снимать видео, и еще не успеваю кучу-кучу всего, что я бы хотела делать, и что делает меня счастливой. В Германии принято работать много и долго, но поскольку я пытаюсь совмещать учебу и работу, то ни там, ни там я не могу чувствовать, как бы, чтобы, скажем так, чтобы меня хвалили, и чтобы я все успевала. Я очень часто опаздываю на занятия, и опять же считаю, что я абсолютно не из тех людей, которые пытаются всегда успеть вовремя везде попасть. И я считаю это бред, пытаться торопиться и сходить с ума из-за того, что я опоздаю на две минуты, или я, не знаю, или я покажусь невежливой, придя на одну минуту на занятие позже, чем нужно, и поэтому нужно приходить всегда за 10 минут заранее. Эта немецкая вот эта вот привычка быть пунктуальным доходит просто до сумасшедших масштабов, потому что у меня запланирована лекция с час до двух, и дальше в два сразу же запланирован семинар или практика, поскольку это происходит все в одном здании, но люди уходят за 15 минут до конца лекции, то есть без 15 и 2, я не знаю почему, или потому что они хотят еще пойти покушать перед этим, или потому что им нужно сходить в туалет, или еще по какой-либо причине, но они реально уходят на 15 минут заранее, чтобы вовремя прийти на семинар. И это настолько странно и удивительно, потому что я уже, если я уже прихожу на лекцию, то я уже хочу досидеть на ней до конца, и дослушать то, что профессор объясняет, или преподаватель объясняет до конца. И я не понимаю смысла приходить на час на лекцию, когда лекция начинается и так с 5-минутным опозданием, потому что все собираются, и преподавательница раскачивается как-нибудь, и общается на, скажем так, какие-то вообще отстраненные темы. Вот. И еще и уходить на 15 минут раньше, получается, что вообще время занятий сокращается на 1 третью. То есть, ну, это странно, я этого не понимаю. И сегодня это меня так просто убило, я была единственной, кто опоздал на семинар, и на меня все так строго посмотрели, как ты опоздала. Блин, я опоздала на 2 минуты, при том, что у нас лекция была, которая заканчивалась ровно в 2, и семинар начинался ровно в 2, но все ушли заранее, потому что у них как бы семинар. Я их просто за это ненавижу. Но зачем такое делать? Почему, почему, почему я должна уходить на 15 минут заранее с лекции, чтобы прийти вовремя на этот долбанный семинар? Почему нельзя относиться с пониманием к опозданиям? Я всегда опаздываю. Немцы это вообще терпеть не могут, когда кто-то опаздывает, поэтому я всегда чувствую моральное давление на себя из-за моих опозданий. Обычно после занятий я еще пытаюсь встретиться со своим парнем, мы с ним иногда гуляем, иногда мы едем к нему домой и кушаем с его родителями. Как прекрасно быть ни одной черта, я неестественно выгляжу, неестественно. Черт, черт, черт. Они все позируют. О, наш автобус едет. Едет, едет. Немай автобус, немай автобуса, автобус, автобус. Ну, он уже, я надеюсь, скоро переедет ко мне, я уже того очень жду, потому что тогда у меня будет, конечно, больше забот в плане того, что нужно будет готовить, кушать, потому что я обычно для себя очень мало готовлю и как-нибудь обхожусь какими-нибудь фруктами, салатами, еще чем-нибудь, то я думаю, что, конечно, у меня будет чуть больше забот в плане готовки, но с другой стороны мне будет намного веселее, потому что, конечно, по вечерам, если я чувствую очень одиноко, то квартира слишком большая для того, чтобы здесь жить одному человеку. Мне очень странно, тихо и одиноко. Я люблю очень компанию.